Июль 2018 год. Новый председатель Федеральной резервной системы США заявил, что криптовалюты не имеют внутренней ценности. При этом не часто используются в качестве платежного средства и не являются средством накопления, зато отлично подходят для отмывания денег. Цитата. Если вы подумаете о том, что должны делать валюты, то вы поймете, что они в основном должны быть средством платежа и средством сохранения капитала. Криптовалюты же не очень часто используются для оплаты. Обычно люди продают свои криптовалюты, а затем оплачивают услуги в долларах. С точки зрения сохранения капитала, ну посмотрите на их волатильность. Понятно, что они таковыми не являются. Июль 2019 год. В обычном понимании я думаю, что такие вещи возможны. Но мы еще не видели широкого принятия. Биткоин очень хороший пример. Действительно, почти никто не использует биткоин для платежей. Все используют его как альтернативу золоту. Это способ сохранения капитала. Хоть и спекулятивный. Как золото. Люди говорят об этом с тех пор, как криптовалюты появились. Вот так меняется риторика у этого человека всего лишь за один год. Что будет дальше? А теперь представьте, когда вы только начинали знакомство с криптовалютой 2 года назад, 3 года назад, могли бы вы представить, что глава ФРС США, да и сам президент США будут говорить на полном серьезе о биткоине. И даже если они говорят о биткоине не в позитивном ключе, какая вообще разница? Главное, что они говорят о криптовалюте. Им приходится говорить об этом, потому что это становится повесткой дня. И как по мне, это очень бычий сигнал на долгосрок. Да, биткоин ждут и непростые времена. Наверняка правительства будут пытаться пугать население и дальше нестабильностью, волатильностью и прочими непонятными терминами. Чем Трамп уже и занимается у себя в твиттере. Но мы уже опытные ребята. И нас так просто не испугать. Вот что написал Трамп в своем твиттере, где почти 62 миллиона подписчиков. Не кислая такая реклама для биткоина, не правда ли? Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами. И чья поддерживаемая воздухом цена очень волатильна. Нерегулируемые криптовалютные активы могут способствовать проявлением незаконного поведения. В том числе торговля наркотиками и другая противозаконная деятельность. Ребята, я постараюсь быть объективным, если быть честным, то технически Дональд Трамп прав. Вот только и доллар тоже так можно описать. Но об этом чуть позже. Однако я категорически не согласен с утверждением, что криптовалюта поддерживается воздухом. Это аргумент Трампа. Аргумент биткоина. Криптовалюта поддерживается математикой. Кому же мы должны верить? Трампу или математике? Решать уже вам. Комментарий, который мне понравился. Все, начиная от автомобилей, смартфонов и заканчивая лодками и личными самолетами, так или иначе способствует совершению преступлений. Цена биткоина после твита Трампа. Да, несмотря на то, что сейчас курс биткоинов, который раз тестирует опасную восходящую линию поддержки, в день, когда Дональд Трамп опубликовал свой твит о биткоине, цена не особо отреагировала. Хотя твит был достаточно негативный. И это подтверждает, что рынок все еще бычий. Представьте себе, что было бы с ценой биткоина, если бы такой твит опубликовали во время медвечьего падения. Также Дональд не забыл упомянуть и Либру. Точно так же виртуальная валюта Фейсбука Либра будет синонимом плохой репутации и надежности. Если Фейсбук и другие компании хотят стать банком, они должны подчиняться банковским правилам. Точно так же, как и другие банки национальные и международные. Кстати, сказано хорошо. Как бы там ни мылила нам глаза компания Фейсбук, она по сути открывает свой банк. Все это наоборот укрепляет мою веру в то, как хорош биткоин. Не угодил Фейсбук? Да вот он, его глава и центр. Не угодил биткоин? А где его глава и центр? Хотя, Крейг Райт... У нас только одна реальная валюта в США, и она сильнее, чем когда-либо, одновременно надежная и пользующаяся доверием. Это самая доминирующая валюта во всем мире и всегда таковой останется. И она называется доллар Соединенных Штатов Америки. Вот это, друзья, самое точное определение того, что такое доллар США. Да, доллар доминирует как глобальная валюта. Это глобальные денежные платежи, расчеты, сбережения и так далее. Если только не считать некоторых факторов, о которых говорить ныне не популярно и даже репутационно опасно. Но я рискну. Это график доллара по отношению к Сатоши. В 2010 году за 1 доллар давали 2 миллиарда Сатоши. А сейчас за доллар можно выручить 8267 Сатош. Не очень оптимистичная статистика и динамика, не так ли? Долг 22 триллиона долларов и продолжает расти. Правительство США побило рекорд не работая 22 дня. А что по ситуации с банками? Судя по этому графику, мы уже очень близки к тому, чтобы называть эту ситуацию наихудшим финансовым кризисом со времен 2008 года. Господину Трампу не стоит переживать из-за биткоина. Ни биткоин с его 40 миллионами кошельков ныне является угрозой и вызовом доллару США. А все выше перечисленное. 40 миллионов кошельков биткоина. Если еще и вычесть из этого количества неактивные, получаем 785 тысяч. Нереально мало. В одну известную онлайн игру и то больше игроков заходит за сутки. Поэтому биткоин не самая большая угроза доллару США. Пока что. Возможно, все это количество комментариев изменит позицию Трампа. Но если нет, то биткоину в принципе уже наплевать. Биткоин уже не остановить даже таким фигурам, как глава ФРС или президент Соединенных Штатов. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Ты зачем так кричишь мое имя? Эй, Трамп сказал, что он не фанат биткоина. Видишь, всем по барабану. Расслабься ты. Расслабься ты.